Как получить галочку или подтвержденное имя на YouTube? В этом видео вы узнаете о новом витке хаоса с подтвержденными именами, который произошел в 2015 году. Итак, значок подлинности или галочка обозначает, что данный канал является официальной и действительно принадлежит к какой-то крупной компании, кинозвезде или известной медийной личности. Однако, каждый год возникает какая-то уязвимость, которая позволяет совершенно левым, ничем не примечательным каналам получать заветную галочку или подтвержденное имя. Для начала покажу вам пару примеров. Вот такой канал имеет галочку. У него 884 подписчика и 37 тысяч просмотров, при том, что создан он в 2014 году. Это номер один. Теперь второй пример канала. 386 подписчиков и 24 тысячи просмотров. Канал также имеет галочку. Более того, на одном из этих каналов размещена инструкция о том, как якобы в данном случае можно получить галочку в 2015 году. Там предлагается перейти вот на такую форму, заполнить там имя, фамилию, адрес электронной почты и URL канала и написать в разделе «Описание проблемы» «Прошу верифицировать меня на YouTube», подтвердить имя моего канала. И добавить также ссылку на Google+, затем отправить и якобы вас верифицирует, вы сможете подтвердить канал, получить заветную галочку. Однако, на самом деле это не так. Для тех, кто не знает, просто обозначу, что для получения галочки в норме необходимо 100 тысяч подписчиков на канале, либо 100 тысяч фолловеров на странице Google+, и канал должен быть связан с данной страницей Google+, и подключен к партнерской программе YouTube напрямую или через медиасети. Итак, если вы поверили инструкции и заполнили данную форму, и отправили обращение, вам придет следующий ответ. Здравствуйте! К сожалению, ваш канал не квалифицируется на подтверждение. На данное время мы определяем каналы автоматически, поэтому я никак не могу повлиять на систему. К сожалению, я ничем не смогу помочь вам с данным вопросом. С уважением, менеджер технической поддержки YouTube. Итак, здесь есть несколько важных моментов. Момент номер один. Система работает автоматом. Момент номер два. По обращению в службу поддержки таким путем вы не получите подтвержденное имя. Тогда, как же эти каналы получили эту самую галочку? Есть ответ. Я поговорил с сотрудником российской службы поддержки YouTube и выяснил следующее. Медиа-сети в ряде случаев помогают получить подтвержденное имя на YouTube. Как это делается? Все очень просто. Исходя из требований к подтвержденным именам, галочку могут получить компании. То есть, любая, в принципе, организация по заявлению медиа-сети или любой канал, который проводится как организация, включаются в заявление медиа-сети на верификацию. К ним предъявляются совершенно другие требования. Только формальная связь аккаунта с Google+, и все. И, в принципе, ни количество подписчиков, ни количество просмотров значения иметь не будут. И такие каналы подаются и в ручном режиме добавляются в систему верифицированных аккаунтов на YouTube. Какие медиа-сети занимаются такими махинациями? В прошлом довольно активно таким подтверждением каналов занималась медиа-сеть Quiz Group. Отмечены в ряде случаев действия со стороны ВСП, но есть еще некоторых чисто западных партнерских сетей, которые тоже помогают получить галочку маленьким непримечательным каналам. Вы можете легко их пробить по запросу «How to get verified name on YouTube», например, или «How to verify my channel on YouTube». То есть можете понабирать такие запросы в поиске Google, и вам выведется несколько медиа-сетей, которые занимаются таким подтверждением каналов. Теперь к вопросу, а нужно ли вообще получать галочку для канала, который ничего из себя не представляет? Ну, некоторый бонус это возможно и даст, но согласитесь, как-то немного нелепо выглядит, когда на канале, скажем, меньше тысячи подписчиков, там пара десятков тысяч просмотров, и написано «подтверждено». Не знаю, диссонанс вызывает, это как значок Мерседеса на запорожце. Здесь, конечно, каждый решает сам, но теперь вы знаете, и теперь вы не будете разводить панику по поводу того, что Google опять сделал какую-то хрень, YouTube опять сломался, выдают кому попало галочки. Теперь вы понимаете, как это происходит, и можете принять это к сведениям. Если вам интересно, как вам самим получить галочку, что для этого требуется, какие действия выполнить, напишите в комментариях, мы этот вопрос будем прорабатывать дальше, если будет достаточному количеству людей интересно, и подготовим инструкцию о том, как необходимо действовать, какие требования, какие ограничения, и какие медиасети на данный момент гарантированно могут вам помочь. Спасибо за просмотр, с вами был Денис Коновомов, и до встречи в следующих видео.